Эти часы известны всем, кому доводилось бывать в Петергофе. Они уже практически стали символом города и одного из самых старейших, известнейших и некогда крупнейших часовых заводов страны. Еще Петр I постановил открыть здесь гранильную фабрику. Мастера обтачивали камни для царской короны, дома Фаберже, фонтанов Петергофа, мрамор для Исаакиевского собора и мавзолея Ленина. С 30-х годов прошлого века здесь стали делать камни для наручных часов. Ведь в часовых магазинах есть рубиновые камни. Вот завод их делал, и потом постепенно он начал делать часовые механизмы для других марок. И потом начал делать свои собственные часы. Завод перепрофилировали в 1941 году. С тех пор он производит наручные механизмы. Маленькие, сложные, совсем не похожие на большие устройства. Поэтому первое время наружных часов тут не было. И только в 60-х годах со стороны Санкт-Петербургского шоссе повесили огромный циферблат. Раньше у нас были часы на сборочном корпусе вообще-то, большие. Они не меньше, чем, но они были только на сборочный корпус. И у них вот этот вот механизм большой, тогда их делал кто-то из наших ленинградских заводов. В советские годы масштабы производства были грандиозны. Здесь работало 8 тысяч сотрудников. Для административных кадров построили новое здание с высоким шпилем. И украсили его большими часами с четырьмя циферблатами, которые мы наблюдаем сегодня. Высокие, красивые, людьми очень горделись. И когда хотели проверить свое время, смотрели на вот эти часы и всегда знали, что здесь точное время. Часы сами были построены в часовом заводе в Ереване. Они были электронные часы. В солнечном Ереване не предусмотрели одного – питерской непогоды. Поэтому химики Петродворцового завода сами покрывали защитным составом стрелки и цифры на циферблате. Для этих целей им пришлось использовать самый большой котел из фабричной столовой. Это было в 80-х годах. С тех пор часы верно служат всем сотрудникам предприятия и жителям Петергофа.